Сегодня я буду проповедовать не с книги «Деяния». А что для вас это новость, наверное? Но ничего, иногда какие-то перемены в неожиданном жизни происходят, и в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы имя Господа прославилось. Итак, книга пророка Иеремии, 7 глава, 13, 14 и 15 стих. «И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали. То я так же поступлю с домом Сим, над которым наречено имя мое, на которое вы надеетесь, с местом, которое я дал вам, и отцам вашим, как поступил Силомом. «И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова». Очень грозное послание сказал пророк Иеремия Божьему народу. В этом послании он передает не просто свои чувства или свои желания, он передает волю Божью, или Божье слово к народу Божьему. И в этом послании Господь обличает Свой народ, говоря о том, что Он говорит к ним с раннего утра. Он пытается донести до них Свою волю и желает, чтобы они послушали то, что Он говорит. Но народ Божий упорно не желает слушать Господа. Господь зовет, народ не отвечает. И так как народ отказывается слушать то, что говорит Господь, то Господь говорит, что Он произведет суд Свой над ними. И далее Он упоминает храм. Это место, на котором наречено имя Божье. Дело в том, что иудеи в то время говорили так. В нашей жизни ничего плохого не может произойти. Нас не смогут завоевать никакие народы, потому что в Иерусалиме храм Господа, и там наречено имя Господа. Поэтому Господь никогда не позволит, чтобы его храм был разрушен, и чтобы пришли иноземцы и завоевали иудею Иерусалим. И Господь говорит, что это не спасет их, и это не поможет им. И Он отвергнет их точно так же, как Он отверг семя Ефремова. Это десять колен Израиля со столицей Самарии, которые были завоеваны Ассирийским царем, и эти десять колен, они растворились и перестали существовать. Царь Ассирийский переселил их на свою территорию, а их территорию заселил другими народами. И эти десять колен, они буквально смешались и перестали существовать. И реально осталось только колено Иудина и Вениаминова. И Господь показывает им то, что Он произвел суд над этими десятью коленами, потому что Он говорил им, Он увещевал их, Он наставлял их, но они не слушались, продолжали упорствовать в сердце своем и не повиновались Господу. И когда закончился лимит Божьего долготерпения, когда Он использовал все способы без совершения суда для того, чтобы образумить свой народ, показать им свою любовь и важность послушания Ему, Господь совершил свой суд. И вот здесь Он обращается уже к Иудеи и говорит, что с вами произойдет то же самое, потому что вы отказываетесь повиноваться, отказываетесь слушать Меня и делать то, что Я вам говорю. Я думаю, что у нас возникает вопрос, а почему они не хотели слушаться Господа? Почему они так упорно игнорировали тем, что говорил им Господь? Мы можем найти разные ответы, но самое первое, что может прийти нам в голову, это то, что они, наверное, думали, что они лучше знают, что для них хорошо, а что для них плохо. По всей видимости, им казалось, то, что говорит Бог, это не всегда хорошо для них, что они могут поступить лучше, и их выбор или их решения будут более мудрыми, чем то, что открывает им Господь. Но мы знаем, что Господь велик, разум Его настолько велик, и мудрость Его настолько велика, что мы не способны даже близко осознать Его величие. Он сотворил небо и земли, и все эти бесконечные галактики, созвездия и планеты, они движутся по четко установленному плану, который Господь сделал. Безусловно, Он обладает величайшей мудростью, и люди не способны даже близко сравнить себя с Богом, потому что они лишь творение, которое Господь сотворил. Конечно, Бог наделил нас определенной мудростью, разумом, но мы никак не можем соперничать с Богом. Мы никак не можем даже близко соревноваться с Ним в отношении мудрости или правильности тех или других поступков. Но здесь мы видим, что народ Божий, он превозносит себя выше Бога, считая то, что Бог говорит, не совсем разумно, и что они способны лучше устроить свою жизнь. Конечно же, это звучит достаточно глупо, неразумно, но, тем не менее, они так поступали. А это написано нам, достигшим последних времен в назидание, для того, чтобы мы не делали так, как делают они. Итак, давайте посмотрим, что Бог имеет в отношении нас с вами, какова Его воля. Мы знаем, что есть общая воля, касается это всех верующих, есть некий личный план или личная воля, индивидуальная, которую Бог имеет в отношении каждого из нас. И мы рассмотрим сейчас то, что мы можем назвать универсальной или всеобщей волей Божией, которая относится ко всем верующим, ко всем вам, кто сегодня присутствует на богослужении, и ко мне так же. Тот же пророк Иеремия говорит в 29 главе, в 11 стихе, это слова Господа, которые Он передает. «Ибо только я знаю намерение, которое имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Здесь написано, что Бог имеет намерение, имеет определенные планы. Мы достаточно часто цитируем этот стих, потому что он очень важен. И эти намерения, и эти планы, они во благо нам, чтобы дать нам будущность и надежду. И то, что Господь думает о моей и о вашей жизни, о вашем будущем и моем будущем, это во благо, а не во зло, чтобы дать нам будущность и надежду. И с другой стороны, если мы мудрые люди и понимаем, что воля Божья нам во благо, то мы должны всем сердцем стремиться к тому, чтобы быть послушными Ему, потому что, будучи послушными Ему, мы делаем благо себе. Это благословение для нас. Это благо для нас. Но мы видим, что не всегда народ Божий осознавал это, и не всегда он воспринимал волю Божью для себя как благо. Пророк говорит, что Господь говорил с раннего утра, они не слушали, они отвергали, они не считали, что это для них будет хорошо. Посланник к Ефесянам во 2 главе, в 10 стихе мы читаем такие слова. «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить». Здесь написано о нас с вами, как о новом творении во Христе Иисусе. Мы с вами имеем уже 2 рождения. Первое рождение – это мы родились по плоти своей семье, своих родителей. Второе рождение – это когда мы родились свыше во Христе Иисусе и стали новым творением, которое Бог создал через Слово Божие и Дух Святой. И мы видим, что Бог имеет определенное намерение или предназначение для нашей жизни определенные дела, которые мы должны исполнить. И это свидетельствует нам о том, что каждый из нас, будучи Детем Божиим, будучи христианином, он в Божьем плане. И этот Божественный план в отношении нашей жизни предусматривает определенные дела, определенные действия, которые Бог хочет сделать через нас. И никто из нас не может сказать о том, что он вне Божьего плана, что Бог обошел его стороной или безразличен к его жизни. Это полностью исключено. Бог создал нас во Христе Иисусе и предназначит для нас определенные дела, которые мы должны исполнить. И мы понимаем, что поэтому нам нужно знать Волю Божию, искать Волю Божию и понимать, что мы принадлежим Господу, и Он имеет определенное намерение и планы в отношении нашей жизни. И всегда эти планы и намерения во благо, а не во зло, чтобы мы имели будущность и надежду. Говоря о всеобщем плане Божьем в отношении нашей жизни, мы видим в Галатах 4,19 такие слова, которые сказал апостол Павел. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Здесь апостол Павел не просто передает желание свое сердце или свои чувства верующим, Он передает волю Божию абсолютную и совершенную в отношении каждого христианина то, что Бог ожидает и хочет делать с нами. Он желает, чтобы в нас отобразился Христос. Это касается меня, это касается любого, кто называет себя христианином и принадлежит Господу. И Бог со своей стороны будет строить таким образом нашу жизнь, чтобы помочь нам в осуществлении этого божественного плана, чтобы мы были изменены в образ Сына Его, чтобы наша ветхая природа осталась сзади, и мы имели новую природу, новый характер, новые мысли, новые чувства, чтобы Христос, Он отобразился, или, как Павел говорит, изобразился в нас. И Бог будет постоянно работать с нами посредством Его Слова, Духа Святого, для того, чтобы этот процесс не прекращался в нашей жизни. И мы должны взирать на Христа, потому что Он начальник и совершитель нашей веры, и Он пример нам во всем. Иоанн говорит, поступайте в этом мире, как Он. Иногда мы можем видеть разных христиан. Некоторые христиане могут соблазнить нас и могут показаться нам людьми, которые на самом деле являются лицемерами, и христианская жизнь достаточно притворная. Но Писание говорит, что прежде всего мы должны смотреть на Христа, потому что не образ брата или сестры должен отобразиться в нас, но образ Господа нашего и Иисуса Христа. И это всеобщая воля Божия для всех верующих, чтобы Христос все больше и больше отображался в нас. Когда мы смотрим на нашу жизнь, то мы понимаем, что мы постоянно нуждаемся в Боге, в Его помощи, в Его милости. Очень часто верующие, они смотрят на свою жизнь и очень мало в своей земной жизни думают о вечности. То есть, они, конечно же, думают о том, что им нужно войти в вечность Царства Божия, наследовать жизнь вечную. Но, наверное, не так много верующих думают о том, чтобы, войдя в Царство Божие, получить награду от Господа. Больше думают о том, чтобы просто войти. Но когда Бог смотрит на вашу жизнь, когда Бог смотрит на мою жизнь, то его целью является не только спасти меня, чтобы я, конечно, в итоге вошел в радость Господина Своего, наследовал вечную жизнь, он также заботится о том, чтобы там, в Царстве Божьем, войдя в вечную жизнь, я получил полную награду. Поэтому, когда Господь думал о нашей судьбе, когда Господь составлял план в отношении нашей жизни, то он делал это таким образом, чтобы здесь, на земле, потрудясь для него, исполнив то, чему он нас призвал, мы получили награду в Царстве Божьем. Его цель не только спасти, но наградить нас. Во 2-м послании Иоанна, в 8-м стихе написано, наблюдайте за собой, чтобы вам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. полную награду. Итак, воля Божья, благая, угодная, совершенная, всегда во благо нам. Бог желает, чтобы Христос отобразился в нашей жизни, чтобы мы исполнили все то, что Бог желает, чтобы мы исполнили, и в конечном итоге, войдя в Царство Божье, мы получили полную награду. Но мы знаем, что в земной жизни есть очень много препятствий для верующих, для того, чтобы они исполнили волю Божью. И когда мы читали в начале слова пророка Иеремии, который обращался к Божьему народу и говорил, что они не слушаются Господа, не исполняют Его повеления, то, конечно же, у них были причины, почему они это не делали. И для нас очень важно знать то, что может стать причиной, почему мы не можем повиноваться Господу и не исполняем Его волю. И нам нужно преодолеть эти причины, победить эти препятствия для того, чтобы в послушании следовать за Господом и исполнять Его волю. В книге пророка Исаии в пятой главе в восьмом стихе написано, «Горе вам, прибавляющее дом к дому, присоединяющее поле к полю, так, что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». Здесь говорится о людях, о людях, смысл жизни которых заключался в том, чтобы иметь больше, больше и больше. По сути, это люди, одержимые тем, чтобы иметь больше, зарабатывать больше, умножать свое имение. И Господь обращается к этим людям и говорит, что вы живете таким образом, как будто вы одни поселены на земле, и все, что есть на земле, должно принадлежать вам. Люди, для которых деньги стали идолом, и которые свои жизни нацелили на то, чтобы иметь больше, больше и больше, и не могут остановиться в этом желании накопительства и умножения своего богатства. И мы понимаем, что то, кому здесь пророк Исаик говорит, он говорит Божьему народу. Он обращается к детям Божьим, детям обетования, детям, которые в Завете с Господом и говорит, обличая в том, что вы живете ради накопительства и топчете других людей, идете по головам, желая иметь все больше, больше и больше. Апостол Павел уже в Новом Завете говорит о том, что сребролюбие есть корень всякого зла. И для нас очень важно для того, чтобы мы понимали, что то, что стоит в центре нашей жизни, это Господь и желание исполнить Его волю. Все мы нуждаемся в том, для того, чтобы иметь деньги, для того, чтобы оплачивать счета, одеваться, обуваться, иметь пищу, но все мы должны понимать, что мы не можем жить ради того, чтобы иметь только больше, больше и больше. Люди, которые таким образом встроят свою жизнь и живут ради накопительства, в конечном итоге, насколько бы богатыми они не были, но когда они пристанут пред Господом, они будут голые, нищие. И для нас очень важно, чтобы наши сердца, они не были отягощены этим сребролюбием, чтобы мы были способны понимать то, что в жизни более важно, чем просто накопительство, чтобы план Божий, воля Божья, она была главной нашей жизни. И вот это стремление к накопительству, к умножению богатства не завладело нашими сердцами настолько, чтобы мы просто забыли о Господе, о Его плане, о Его воле и жили только ради этого. Есть много различных примеров, когда верующие хорошо начинали, когда следовали воле Божией, потом они просто начинали много зарабатывать, и в конце концов это настолько захватило их жизнь, что они просто начали посвятить в себе только тому, чтобы зарабатывать. Но нам важно исполнять волю Божию, ставить все на свои места, потому что это более всего важно для нас, чтобы мы были в воле Божией и делали то, что Господь желает, чтобы мы делали. Нет ничего плохого в бизнесе, в том, что люди нет ничего плохого в том, что люди много зарабатывают. Важно, чтобы деньги не стали для них идолом, чтобы зарабатывание денег не стало самоцелью, но чтобы Господь и Его воля были на первом месте. Пусть Бог благословит, и у нас будет много бизнесменов, людей, которые много зарабатывают, много жертвуют, служат людям, но если при этом они поставят волю Божию на второе место, то нет им в этом никакой пользы. Апостол Иоанн в первом послании во второй главе в 16 стихе говорит, «Ибо все, что в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Это такой божественный взгляд на мир, чем движим человек в этом мире, что захватывает и владеет его сердцами, что представляет для него важность и ценность, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это то, к чему стремятся люди этого мира. Но это то, к чему не стремятся те, которые принадлежат Господу Иисусу Христу. Цель многих людей стать известными, знаменитыми, узнаваемыми, уважаемыми, занимать, может быть, какое-то высокое положение в обществе, и не всегда эти желания, они движимы какими-то правильными чувствами, целями. Но желание христианина заключается в том, чтобы в своей жизни прославить Господа Иисуса Христа, воздать Ему славу, не себя прославить, а Христа прославить. И если человек движим этими целями похоть и плоти, похоть и очей и гордости житейской, то тогда для него воля Божия не будет иметь никакого значения, потому что в центре его жизни будет не Христос, а Он Сам. И Его желание будет возвеличить не Бога, а возвеличить себя. Но настоящий христианин, он всегда движим одной целью, прославить Господа Иисуса Христа. Возможно, у Бога есть определенные планы и цели в отношении некоторых из нас, чтобы вы занимали какое-то высокое положение в обществе, были руководителями. Я не отрицаю это, потому что один из величайших мужей Божьих по имени Даниил был высокопоставленным чиновником Вавилонской империи, был вторым человеком после царя, и вместе с тем он оставался настоящим верующим, прославляющим Бога и воздающим Ему славу. И то, в чем звучит предупреждение в этом стихе, это то, чтобы мы не были движимы похотью, плоти, гордостью житейской, похотью очей, но были движимы волей Божией в нашей жизни, чтобы нашим желанием было прославить Господа Иисуса Христа и делать то, что Он хочет, чтобы мы делали там, где Он хочет, чтобы мы были. В книге притч 17 главе 12 стихе написано «Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца его с глупостью». Здесь говорится о людях, которые в глазах Божьих являются глупцами. И глупость заключается в том, что эти люди отрицают или отвергают Слово Божие, не считая его за что-то значимое или важное. Они думают, что они достаточно мудри, чтобы устроить наилучшим образом свою жизнь. Но это безумие в глазах Божьих, когда человек отрицает своего Творца и Его Слово и желает строить свою жизнь на основании своего разума и своих желаний. И мы понимаем, для того, чтобы нам быть послушным Господу, повиноваться Ему, исполнять Его волю, нам важно поставить Его Слово в своей жизни как высшую мудрость, которая есть и доступна нам. Мы понимаем, что повиновение Господу, Его Слово очень часто может вступать в конфликт с нашей волей, с нашими желаниями, с нашим пониманием. Но вместе с тем, если мы достаточно мудрые люди, то мы понимаем, что если нам что-то непонятно или с чем-то мы не можем согласиться, если внутри у нас восстает бунт в отношении чего-то, что мы находим и читаем в Божьем Слове, то не Писание неправо, мы неправы. Не Бог должен подстроиться под нас, а мы должны подстроиться и повиноваться Его Слову, доверяя, что если мы будем все-таки послушны делать то, что Он говорит, то в конечном итоге Господь благословит и Господь устроит наилучшим образом. Есть много людей, я думаю, что вы с ними встречались и разговаривали, которые начинали тыкать пальцем Библию и говорят, вот почему так, а почему так, а почему так, а почему так, а я с этим не согласен, я думаю, что это неправильно, достаточно много таких людей, безусловно, в глазах Божьих эти люди являются глупыми людьми, потому что они думают, что они понимают и знают лучше Бога, видеть дальше Бога, но проблема, почему они не соглашаются, протестуют, отвергают Божье Слово, заключается в том, что их разум не Божий разум, их мысли не Божьи мысли, Бог разум, Божественный разум, как уже было сказано, гораздо больше, и поэтому мы часто многие вещи не понимаем, не вмещаем, потому что мы ограничены в своем интеллекте, в своем понимании, но то, чему Бог нас научил повиноваться Ему и доверять Ему, даже тогда, когда мы не все понимаем и не совсем соглашаемся, и в этом заключается мудрость, потому что мы способны превозносить Божественный разум выше нашего разума, и мы допускаем такую мысль, что мы способны ошибаться и принимать неправильные решения, но Бог никогда не ошибается, и все решения правильные, поэтому мы не должны бояться повиноваться Господу и делать то, с чем, может быть, другие люди не соглашаются и считают, что это неправильно, но если Бог говорит, что это так и мы должны так поступать, то мы должны больше повиноваться Богу, чем людям, потому что в конечном итоге повиновение Богу всегда имеет определенные плоды и результаты во благо и благословение для нас. Вторая книга Паралипоминон, 24 глава, 20 стих. «И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он встал на возвышении пред народом и сказал им, «Так говорит Господь, для чего вы приступаете по велению Господне, не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». Этого пророка убили, но прежде, чем его убили, произнес эти слова, «Для чего вы приступаете по велению Господне, не будет вам успеха». Причина, почему они приступали по велению Господне, потому что они думали, что если мы сделаем по-своему, так как мы желаем, так как мы видим, то будет успех нам. Но если будем делать то, что Бог нам говорит через слово свое, через пророка, то тогда беда нам будет и проблемы нам будут. Но пророк говорит, не будет вам успеха. Вы думаете, что если вы будете делать по своему разуму, по своему желанию и будете игнорировать то, что Бог вам говорит, из-за этого вы будете иметь успех, не будет вам успеха. И эти люди настолько разозлились на Захаре, что просто убили его, потому что настолько они не хотели слушать то, что говорит Господь, а желали идти своим путем, использовать свою мудрость и устроять свою жизнь так, как им кажется правильным и справедливым и не было успеха, и не было благословения. Поэтому для нас очень важно видеть эти уроки в Священном Писании для того, чтобы прежде всего искать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И если Бог нам открывает и показывает, что в данной ситуации нужно поступить таким образом, то нам нужно это делать. Нам нужно не бояться быть послушными Господу, потому что когда мы послушны Ему, то тогда Бог будет идти впереди нас. Тогда в конечном итоге Бог будет все устраивать и возможно нам придется пройти через какие-то трудности или испытания, но в конечном итоге мы выйдем победителями. Послушание Богу всегда имеет вознаграждение, всегда имеет благословение. И во все времена в народе Божьем были проблемы, когда люди боялись, остерегались, не торопились быть послушными Господу, потому что внутри их были другие желания, другие чувства, определенные страхи и недоверия, что если они сделают таким образом, то возможно они только усугубят ситуацию и сделают еще большую проблему для себя. Но мы верим, что когда мы послушны Господу, мы не делаем проблему для себя, мы делаем проблему для дьявола, которому очень трудно сражаться с нами, очень трудно наносить ущерб и разрушать нашу жизнь, потому что мы ходим по слушанию Господу. Нам очень иногда может быть трудно быть людьми, которые повинуются Господу, потому что иногда воля Божья ведет нас к определенного рода трудностям, с которыми мы столкнемся. и наличие трудностей или каких-то проблем в нашей жизни, это не является чем-то необычным для христиан. Иногда сам Господь нас просто вводит в эти проблемы для того, чтобы сделать с нами определенную работу. Но люди очень часто ищут легких путей, жизни в комфорте без каких-либо трудностей или проблем. И многие отказались от Божьего призвания, от Божьего плана для своей жизни, потому что понимали то, куда их влечет Господь, там будут трудности, там будут проблемы. Множество миссионеров они не стали миссионерами, потому что испугались, что если они пойдут, если они займутся этим трудом, они, Боже, это опасно, это трудно, это создаст множество проблем в их жизни. Но на самом деле мы должны понимать, если Господь куда-то призывает нас и куда-то ведет нас, возможно, будут трудности, будут проблемы, мы заранее уже предвидим их, но это не должно останавливать нас, потому что Бог не ищет для нас легких путей, Бог ищет для нас тот путь, который мы должны пройти, и чтобы в конечном итоге, как я уже говорил, мы получили полную награду. Мы же склонны к тому, чтобы искать путь наименьшего сопротивления. Все люди такие. В книге Бытие, 13 главе, в 10 стихе написано, это история Лота и Авраама. Эти два человека стали очень богатыми, Бог благословил их. И у пастухов Авраама и Лота возникали проблемы из-за множества скота, из-за водоемов, из-за пастбищ. И в конце концов, Авраам, который был главой рода, патриархом, он предложил Лоту, избери, куда тебе идти. Если ты вправо, я влево. Если ты влево, я вправо. То есть он дал ему право выбора тех мест, тех пастбищ, которые он хочет. И в данной ситуации Лот пошел вот этим путем, который, на его взгляд, казался более легким и более простым, но в конечном итоге он привел его к большим проблемам в будущем. Лот возвел очи свои, и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И, конечно же, когда Лот увидел это, он знал эту землю, он избрал себя Содом и Гоморру или местность вокруг этих городов. В результате он лишился всего и жены, и имущества. Потому что вместо того, чтобы искать, в чем заключается воля Божия, он последовал своей плоти и избрал, на его взгляд, наиболее легкий путь. В результате получилось совершенно наоборот. Он все потерял, хотя думал, что это будет большое благословение для него. А воля Божия заключалась в том, что он, будучи племянником Авраама, должен был предоставить право Аврааму как патриарху сделать этот выбор. Но он это не сделал. И в результате он нарушил то, что мы можем назвать определенным правилом жизни в то время, когда патриарх, он решал все эти вопросы и другие члены семьи или рода должны были повиноваться ему. Но мы видим, Авраам поступил очень великодушно по отношению к своему племяннику. Но племянник избрал наиболее легкий путь и этот легкий путь стал для него очень трудным и разрушительным. Это еще и еще раз говорит и учит нас тому, чтобы мы не искали легких путей, простых путей, но чтобы мы искали волю Божией и не боялись, если Бог что-то открывает нам и куда-то ведет, потому что если Бог нас призвал, Бог нас открыл и Бог нас куда-то ведет, то Он и поможет преодолеть эту дорогу. Мы никогда не будем в одиночестве, мы не будем забыты или оставлены, Он поможет. Но когда мы вырываемся с Божьего плана, с Божьих рук и идем куда-то напролом своим путем, то будет то, что произошло с Лотом. Он только выбежал из этих городов, которые были сожжены, все потерял, потому что искал легких путей, а не того, чтобы исполнить волю Божью. Ивангелет Иоанна 21 главе 18 стихе Господь Иисус уже после Своего воскресения обращается к Петру. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет куда не хочешь. Здесь Господь открывает Петру, что будет такой момент его жизни, когда Бог будет вести его туда, куда он не хочет, но он должен повиноваться ему и следовать Господу и идти, несмотря на то, что ему не хочется идти в эту сторону. Скорее всего, здесь Господь открывал ему о тех страданиях, которые будут связаны с мученической смертью, которую Петр должен будет принять в будущем. И даже в этом был определенный план Божий. У Бога нет никаких проблем и никогда не было, чтобы остановить любое убийство христианина или страдания христианина, но иногда Бог это не делает. И Бог это не делает не потому, что он бессилен или несострадателен или перестал любить. Иногда Бог позволяет верующим, чтобы они получили большую награду Царствой Божьим, пройдя в этой земной жизни через множество различного рода страданий и скорбей. И в земной жизни это не всегда легко понять. Но Бог никогда не смотрит на нашу жизнь с точки зрения лишь земной жизни. Он как Бог смотрит на нашу земную жизнь в перспективе вечности, понимая ясно, что мы здесь как пар на короткое время, а вечность она бесконечна. Этот небольшой участок земной жизни настолько важен, чтобы определить наше место в вечности, наше положение в вечности. И когда мы начинаем мыслить, как мыслит Господь и понимать вот эти божественные истины, что Бог устрояет нашу жизнь так, чтобы мы получили максимальную награду вечности и по этой причине допускает нашей жизни различного рода трудности, испытания для того, чтобы мы могли и преобразоваться в образ Христов и могли получить в конечном итоге эту великую награду пред Господом. Я думаю, что вам известно, может быть, не всем, но мы живем в то время, когда христиан убивают больше, когда-либо в истории церкви. За две тысячи лет истории церкви никогда не было так много христиан, которых бы убивали, как сегодня. Для нас в Беларуси кажется это чем-то необычным, потому что мы в Беларуси, потому что здесь не убивают. Но если мы жили в Судане, в Сирии, в Ираке, в Иране или в других странах Африки, то смерть христиан там обычное дело. И Бог иногда допускает, чтобы это произошло, хотя Он мог бы остановить, и мы видим лишь один ответ, что тем самым Господь желает прославить свое имя и позволяет этим верующим, которые, не отрекаясь от Господа, принимают мученическую смерть, получить высшую награду в Господе Иисусе Христе в вечности. И когда они войдут в вечность, они только будут благодарны, что удостоились этой чести и привилегий пострадать за имя Господа Иисуса Христа, хотя в этой земной жизни не все это понимают и не все с этим могут согласиться. Потому что многие христиане могут думать, что истинное благословение заключается в том, когда человек, христианин в этой земной жизни лишен всяких проблем и всяких трудностей. Это, конечно, благословение, но это во многом лишает его благословения Царства Божьего и наград Царства Божьего. Мы не ищем проблем, мы не ищем трудностей, мы ищем воли Божьей. И если в воле Божьей есть какие-то трудности, которые мы должны преодолеть в нашей жизни, мы не боимся их. Мы понимаем, что это послужит во благо к нам, потому что любящим Господа и призванным по Его изволению все служит ко благу. Мы знаем, что Господь даст нам силы и благодать преодолеть эти трудности и благодаря Его помощи мы выйдем победителями из этих трудностей. И то, что нам важно сегодня понять и принять, это 1 Петра 5,6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время». смиритесь под крепкую руку Божью. Апостол Петр обращается к церкви, которая испытывала гонения, преследования и страдания. В церкви звучали эти вопросы, крики к Богу, Господь, почему ты все это допускаешь, почему все это происходит с нами, почему весь мир против нас. Петр пишет «Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время». У каждого из нас свое время. У каждого из нас свой отрезок, который Бог определил для нас в этой земной жизни. У каждого из нас только один шанс, живя на этой земле, жить либо в послушании Господу, повиновении Ему, либо бунтовать против Него, убегать против Него, искать своих путей, своей выгоды, жить похоти плоти, похоти отчей и гордости житейской, либо смирить себя под крепкую руку Божию для того, чтобы быть послушным Ему и делать то, что Он хочет, чтобы мы делали. Он призвал нас, Он определил для нас определенные дела, которые мы должны совершить, и они находятся в божественном плане, но совершение этих дел, осуществление Божьего плана для нашей жизни зависит также и от нас, потому что мы можем противиться Богу, можем не повиноваться Богу, можем отворачиваться от Бога, даже уходить от Бога, но лучшим всегда будет являться то, что мы следуем за Ним и исполняем Его волю. Апостол Павел Филиппийцем 1 главе 21 стихе говорит, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения». Это очень сильные слова, которые были глубоко укоренены в сердце апостола и которые были проявлены в его жизни. Для меня жизнь Христос. Это означало для Него, что в этой земной жизни Тот, Который искупил меня, простил меня, оправдал меня, Он стал центром моей жизни. Его воля, Его желания, они затмили все то, что я хотел или то, что я желал. Он смирил себя в желании быть послушным Господу во всем. Кто-то может сказать, ну, это уже может быть чересчур. В этом присутствует некий элемент фанатизма, это не совсем правильно. Но я хочу сказать следующее, что если мы послушны Господу, то тогда в нашей жизни все будет становиться на свои места, муж будет мужем, тогда жена будет женою, тогда дети будут детьми, все будет становиться на свои места, и никто не пострадает. Проблема страдания людей во многом заключается, что люди непослушны воле Божьей, и в результате дисгармония приходит в жизнь. нарушаются правильные отношения, как Бог предусмотрел изначально, потому что Он творит нас. Поэтому мы не должны бояться, что послушание Господу разрушает жизнь человека, оно созидает жизнь человека. Ставит все на свои места, производит гармонию в семейных отношениях, в том числе. Поэтому для нас жизнь Христос и повиновение Ему является для нас благословением, а не тяжкой ношей или чем-то тем, от чего мы должны убегать или от чего должны прятаться. Но также апостол Павел удивительно говорит о смерти. Мы знаем, когда речь идет о смерти, то для многих людей это ужас, это страх, это чувство, которое беспокоит их, и люди не хотят думать об этом или говорить об этом, по крайней мере, в отношении своей жизни, потому что страшаться, бояться, но апостол говорит о смерти как о приобретении, как о чем-то таком, что будет благом и явится величайшим благословением для него или венцом его земной жизни. Очень необычный взгляд, но это христианский взгляд, это правильный взгляд, потому что для каждого из нас смерть будет приобретением. Смерть станет моментом нашего триумфа, моментом нашего истинного величия, когда мы пристанем пред Господом, когда мы войдем в славу, которую Господь приготовил для нас, когда мы получим те награды, которые мы заслужили, живя в этой земной жизни, это триумф, это величайшее благословение, которое мы переживем, это вход в вечность, где не будет слез, где не будет печали, не будет скорбей, где мы всегда будем, это время, когда мы можем встретиться с теми людьми, которые уже прошли свой путь и уже находятся в вечности, мы не станем там вечности людьми, которые как младенцы откроют глаза, им нужно будет учиться понимать, где они, что они, кто они, мы войдем как своим разумом, своим интеллектом, своим пониманием того, что было на земле, кем мы были, поэтому апостол Павел не знал, что лучше избрать, но он понимал одно, что избирать должен Бог, а не Он, сколько Ему жить, где Ему жить и как Ему жить, но тем не менее, мы с вами, читая сегодня эти места священного Писания видим, что Бог хочет, чтобы мы поняли, что Он за нас, что Он имеет планы, цели, определенную для нашей жизни, что Он хочет вести и направлять нас, иногда Бог открывает нам свою волю, чаще всего через Писание, иногда Он делает это каким-то другим образом, но в конечном итоге мы должны повиноваться Ему и следовать за Ним. В Деяниях 9 главе 6 стихе мы читаем такие слова. Он в трепете, это апостол Павел, еще Савл, еще пока гонитель, в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо наделать. Я думаю, что это один из самых тоже важных стихов в Священном Писании, который показывает нам, как чаще всего мы должны обращаться к Господу и с чем мы чаще всего должны обращаться к Нему. Я думаю, что сегодня христиане во многом представляют себе такое общество потребителей, которые понимают величие, могущество Бога и то, что они могут получить от Бога. И мы понимаем, что в принципе в этом как бы нет ничего плохого, потому что Господь хочет, чтобы мы открывали перед Ним свои сердца. Он хочет, чтобы мы просили, нам будет дано. Он хочет, чтобы мы обращались к Нему как к любящему Отцу, который восполняет наши нужды и дает все нужное для жизни и благочестия. Но проблема это, когда мы только так приходим к Господу, когда мы живем как потребители, постоянно прося что-то у Господа. Здесь апостол Павел показывает нам совершенно другой пример, совершенно другого отношения к Господу. Не с позиции потребительства, а с позиции того, что я могу сделать для Господа. В 60-х годах в Америке был такой президент Джон Кеннеди, его застрелили, он сказал тоже такие слова, я думаю, что он в Писании эти слова взял, только перефразировал, он сказал к американцам такие слова, не говорите, что Америка может сделать для вас, говорите, что вы можете сделать для Америки. Но я думаю, что это то, что когда-то апостол Павел сказал. В этих словах не было ничего нового, по крайней мере, для христиан, знающих Библию, но для многих это было очень удивительное, а действительно правильно, что это мы все как общество потребителей, что нам, что нам, что нам, а что мы можем. И в наших отношениях с Господом вот это должно быть правило, определенный духовный закон Господи, что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать? Повелишь мне подметать улицу, буду подметать, если твоя воля, что я делаю это до тех пор, пока ты призовешь мне, буду это делать до тех пор, пока ты меня призовешь. Мы понимаем, что иногда Бог призывает нас чему-то, это призвание на всю жизнь. Иногда Бог призывает нас чему-то, потом Он меняет и призывает нас еще к чему-то другому. По-разному бывает. Но когда мы молимся этой молитвой, то это приятно Господу, потому что мы приходим к Нему как дети, которые говорят, Господи, что повелишь мне сделать? Я думаю, насколько бы нам было всем приятно, когда наши дети бы пробегали каждый день к нам. Папа или мама, что повелишь мне делать? Хочешь посуду? Посуду. Хочешь пол, по-моему, пол, похож магазин? Магазин. Хочешь картошку, старую карту? Конечно, родители были бы счастливы. Аминь. Конечно, все родители понимают. Но если каждый день они прибегают к нам, дай, папа, дай, 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 мы понимаем, что мы должны давать, потому что мы родители. Но в какой-то степени, конечно, это нас начинает раздражать, потому что мы хотели бы, чтобы они что-то тоже уже давали, потому что им уже не два и не три года. И вот в наших отношениях с Небесным Отцом мы должны иметь это вот правило, этот принцип, который нам показал апостол Павел, Господи, что повелишь мне делать? Чем чаще мы будем так молиться, тем лучше это будет для нас. И мы знаем также, что если наши дети постоянно приходят к нам и что повелишь мне делать, то я думаю, что вопрос нового телефона или еще каких-то вещей не будет за горами, правильно? Потому что мы сами захотим что-то им сделать, потому что, ну, у нас же любящие сердца, мы же любим своих детей. И если они так хотят нам помогать и делать даже больше, чем мы опросим их, то со своей стороны мы все отдадим, чтобы благословить их и чтобы вознаградить их за то послушание, добровольное, и ту любовь, которую они проявляют. То же самое, когда мы говорим о нашем Небесном Отце. Если мы всегда ищем, чтобы угодить Ему и делать то, что Он говорит, то многие вопросы в нашей жизни, связанные с какими-то проблемами, пробелами, они будут закрываться Господом даже тогда, когда мы об этом не будем просить. Потому что прежде, чем мы просим, Он знает нашу нужду. И не всегда нам нужно за что-то просить. Иногда мы просто не будем успевать простить об этом, как Бог уже будет это решать. Но, безусловно, если мы, вот такие духовные эгоисты, и исходим из позиции, что постоянно только просим у Бога, но со своей стороны никогда ничего не хотим делать для Него, то я не думаю, что Господь сильно будет пощать подобное. Давайте будем больше в своей молитве говорить, Господи, что повелишь мне делать? И мы увидим чудеса в своей жизни. И мы увидим, как Господь, Он будет просто даже без наших молитв решать те проблемы, которые, может быть, годами и десятилетиями они просто лежали камнем в нашей жизни, которые нельзя сдвинуть с места. И я верю, что то, что я сейчас говорю, это Дух Божий. Это не просто мой интеллект или мой разум или мое понимание Бога. Это Дух Божий. Что повелишь мне делать? Будем послушны Господу. Евреям 10, 36. То есть терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Давайте станем. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя. Мы знаем, Господь, что все те намерения, все те планы и цели, которые Ты имеешь в отношении нашей жизни, они во благо, они во зло. Мы знаем, Господь, что Ты помышляешь о том, чтобы мы получили полную награду. И Ты таким образом устрояешь сегодня нашу жизнь. Мы знаем, Господь, что Ты предназначил определенные дела, которые мы должны совершить. И не входит в Твой план для нашей жизни. И с другой стороны, Господь, мы понимаем так же, что иногда, Господь, мы хотим идти своим путем или строить свои планы, не спрашивая Тебя, не молясь у Тебя, Тебе не ища Твоей воли. Сегодня, Господь, мы молимся, прости нас, Господь. Там, где мы шли против вражна. Прости нас, Господь, за то, когда мы убегали от Тебя, когда мы сворачивали в сторону, теряли, Господь, свою жизнь, Твою волю, Твой план, Господи. Боялись что-то сделать, совершить шаг веры, не думали, что у нас получится, сомневались, Господи, прости. Потому что все мы немало согрешали. Все мы часто, Господь, противились или прятались от Тебя. Но мы молимся сегодня, Господи, понимая, что у нас не будет других шансов, у нас не будет другой жизни, чтобы начать все сначала. У нас есть одна жизнь на этой земле, одна возможность, которую мы должны использовать для того, чтобы не просто прожить, но прожить в свете Твоего лица, прожить в исполнении Твоей воли послушание Тебе, прожить с молитвой на устах, Господи, что повелишь мне делать. Мы молимся, Господь, укрепи нас. Мы знаем, что наш враг, он бодрствует. Мы знаем, что очень часто мы можем оказаться в ситуации, когда нам будет страшно, когда мы будем находиться в смятении, но если Дух Твой будет что-то открывать, если Слово Твое что-то будет говорить к нам, Господь, укрепи, чтобы мы могли бесстрашно повиноваться и следовать воле Твоей. Мы сегодня об этом молимся. Господь, Ты определил времена и сроки этой земли. Ты определил времена и сроки нашей жизни на этой земле. И мы молимся, Господь, чтобы нам не прозевать, не пройти мимо, не убежать, Господь, и самого главного, самого важного это следование за Тобой, исполнение Твоей воли. Господи, будь всегда в центре нашей жизни, потому что Ты пришел нам дать жизнь и жизнь с избытком. Благодарим Тебя, Господь, за это время, когда мы могли читать, чему-то научаться и Слово Твоего, принимать определенные уроки. Спасибо Тебе, Господь, и да будет Тебе вся слава. Аминь. Слово Твоей воли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,